здравствуйте уважаемые зрители в эфире ромж тв и с вами ведущий алиса радзиевская и альмира мухаммедов и сейчас в эфире рубрика что и что в политике кто смотрел первой передачи этой рубрики вы уже наверняка знаете что такое государство что такое государственная идеология и зачем нам нужно вообще разбираться в этом сегодня мы рассмотрим устойчивость систему государственного управления что это такое для чего не нужно какая интересная тебя и в гостях у нас сегодня эксперт в области систем управления алексей владимирович карлов спасибо лица алексей владимирович алексей владимирович я тогда задам свой первый вопрос из вашего позволения уважаемый коллега расскажите нам алексей владимирович добрый вечер добрый вечер ведущий добрый вечер зрители добрый вечер уважаемый алексей владимирович зрители у кого есть возможность делитесь конечно же трансляцией пишите ваши вопросы к слову напишите ваши вопросы что вас интересует в прошлых выпусках и в том числе обязательно к этому выпуску, тоже напишите ваши вопросы, и эксперты наши ответят вам на все ваши вопросы. Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, что такое устойчивость системы? Устойчивость системы, вообще устойчивость, это главные критерии анализа любой системы. Как вы уже сказали, тема передачи устойчивость системы государственного управления. Так вот, устойчивость системы, это способность системы возвращаться в исходное положение, либо к исходным параметрам, после оказания на нее внешнего воздействия или накопившихся системных ошибок. Есть ли какие-то правила, благодаря которому системы являются устойчивой? И если есть, то какие? Вы знаете, правила как таковые, они есть, но они не являются показателем устойчивости системы. От них зависит величина результата. Скорее всего, показателем являются факторы, которые воздействуют на систему. Это величина внешнего воздействия, это количество критических ошибок власти, которые внутри системы существуют. Это мощь системы самой, которая должна для выживания превосходить мощь внешнего воздействия. Алексей Владимирович, вот для более широкого раскрытия этого вопроса, я думаю, нам необходимо разобраться, что такое вообще система управления. Если вам не трудно, ответьте на этот вопрос. Да, пожалуйста. Значит, смотрите, для широкого понимания могу пояснить, что сам термин «система» содержит в себе научное определение. Это взаимосвязь структурных элементов, позволяющих достичь цели системы. Любая государственная система управления строится для достижения цели. Состоит она из структурных элементов, так называемых ветвей власти. Если будем рассматривать идеальное государство, ветвей будет пять. Если объяснять на пальцах, вот смотрите, ладонь, пять пальцев, пять элементов системы, пять ветвей власти. Соответственно, каждая веточка власти должна быть грамотно простроена внутри себя. Соответственно, каждый из элементов системы должен между собой взаимодействовать. Причем взаимодействовать сбалансировано. Системы могут быть, в принципе, разные. Как государственное управление, управление заводом, фабрикой, предприятием. Так и, допустим, что управление системой в семье. Так вот, система, как и ладонь в организме, говорит о том, что должна быть сбалансирована во взаимодействии структурных элементов, как пальцы. Вот смотрите, все понимают жест. Система отбалансирована. Этот жест тоже понимают все. Вот этот жест понимают тоже все без слов. Ну, как и вот этот. Соответственно, баланс взаимосвязи между элементами должен быть настолько гармоничным, чтобы система не давала сбоя. Соответственно, как можно меньше было в ней критических ошибок. То есть, получается, лучшая система та, в которой меньше ошибок, да? Вот вы сейчас сказали. Да, да. Это наиболее гармоничная система и наиболее грамотно простроенные все элементы управления. Спасибо, спасибо. А из-за чего появляются эти самые критические внутренние ошибки? Посмотрите, ошибки, они бывают разные. Критические или некритические. Некритическая ошибка, она не мешает системе. Она является просто ошибкой. Критическая ошибка, она имеет математический просчет и дальше от нее идут помехи в работе системы, то есть конкретно сбой. В принципе, критическую точку ошибки можно просчитать по формулам. Но ошибками являются неправильная взаимосвязь элементов внутри системы, там исполнителей, неправильно простроенная структура, рассинхронизация векторов, соответственно. А вот скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович, а внешнее воздействие на систему – это ошибка или это что-то другое? Нет, это не ошибка. Это называется внешнее воздействие. То есть на систему воздействует такая же система, ну, так как мы разговариваем о государственном управлении, о государстве в целом. Такая же система может взаимодействовать извне, то есть система другого государства. Это называется внешнее воздействие. Вот вы сейчас говорите про внешнее воздействие. У меня сразу такой вопрос возник. А что, система будет, получается, устойчивее, если у нее не будет внешнего воздействия на нее? Нет, устойчивее она не будет. Дело в том, что систему можно сравнить со спортсменом. Будет ли спортсмен успешнее, если не будет тренироваться? Соответственно, вывода, конечно же, нет. Здесь то же самое. Система может быть временно устойчива, если на нее не оказывать внешнего воздействия. Но это все до поры до времени. Такая система без внешнего воздействия может иметь статус на грани устойчивости. Но подобного рода системы, они умирают двумя путями. Если она умирает, допустим, активно, это гражданская война, что произошло с системой управления в Российской империи в 1917 году. И второй путь – это затухание системы. Соответственно, на примере нашей страны, это было в 1991 году. Сам процесс затухания представляет собой, скажем так, процесс, в результате которого проявляется неспособность правящей группы конкурировать с другими идеологиями. Поэтому гражданская война не появляется, но идет процесс затухания. Все мы это помним. Это было в 1991 году. То есть каждый человек может, в принципе, кто был достаточно в взрослом возрасте в 1991 году, еще раз переслушать ваш ответ и попробовать проанализировать. 1991 год, получается, в связи с этим вопросом. Да, конечно. Там правящая группа допустила, скажем так, не просто ошибку, да, проявилась неспособностью в полеизъявлении, в активных действиях в результате конкуренции. Что мы сейчас и наблюдаем в результате. Скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович, какие бывают состояния устойчивости, варианты какие есть? Ну, вот смотрите, для определения состояния системы есть методы математического расчета через дифференциальные упражнения, ну, уравнения. На пальцах могу объяснить, что система бывает устойчивая, неустойчивая и на грани устойчивости. Вот эти три только термина. На грани устойчивости системы, она, в принципе, может быть жизнеспособна до поры до времени. Это пока на нее не оказывается внешнего воздействия. А вот почему все-таки тогда устойчивость – это главное? Я вам объясню. Устойчивость – это очень главный фактор, определяющий эту систему. Это ее жизнеспособность. Без выживания системы все остальное не имеет значения. Понимаете, система может менять идеологии, но и оставаться, в принципе, системой. Вернее, нет. Если идеология меняется, рушится вся система. Если идеология жестко направлена, система может меняться изнутри многочисленное количество раз. Но при гибели самой системы, в первую очередь, это гражданская война. В первую очередь погибнет население. Будут жертвы среди мирного населения. И хочу заметить, что первыми под удар попадут элиты, имеющие материальные накопления в благах, в имуществе, во всем остальном. У нас есть примеры, которые, в принципе, можно и сейчас рассмотреть. Но я думаю, это уже следующая вещь. При гражданских войнах они у нас идут под боком. Все элитные районы они опустили в этот же день. Соответственно, все их имущество подверглось разграблению. Но в настоящее время управление Россией идет через вот этот олигархат, который в состоянии гражданской войны и впоследствиях чему-то не задумывается. Алексей Викторович, Владимирович, скажите, пожалуйста, какие нужны условия для того, чтобы система государственного управления была устойчивой? Да, интересный вопрос. Ну вот смотрите. Система госуправления подразумевает развитие двух моделей. Правовую и социально-экономическую. Соответственно, это два вектора направления развития государства. Они должны быть жестко синхронизированы. Соответственно, отсутствие критических ошибок в системе даст дополнительную устойчивость. И наличие жесткой обратной связи между исполнителями. Я могу пояснить, что такое обратная связь. Обратная связь – это своего рода контроль на каждое отданное право исполнителю. Могу немножко расшифровать, коль это будет. Да, это было бы хорошо. Не совсем понятно. Да, я расшифрую. Вот смотрите. В системе в каждой веточке власти есть куча исполнителей. От руководителя до рядового. То есть это не значит, что исполнительная власть, исполнители есть также и в других ветвях власти. Конечно, кто-то должен что-то исполнять, передавать. Это свои моменты в каждой веточке. Так вот смотрите, в каждой веточке есть исполнитель. У каждого исполнителя есть право, ну скажем так, служебные обязанности и права. Обратная связь – это контроль на каждое отданное право исполнителю. Потому что если контроля этого обратной связи убрать, то возможно и скорее всего появится коррупционная составляющая. Потому что право, поданное исполнителем бесконтрольно, таит под собой большой соблазн использовать в коррупционных целях. Поэтому обратная связь, она обязана присутствовать на каждом уровне. То есть без нее получается никак? Это бесконтрольно называется. Бесконтрольно. Спасибо большое. Ну вот мне стало, по крайней мере, многое ясно сегодня. Я поняла, что такое устойчивость системы. И я думаю, что все, кто смотрел сегодня программу, программу тоже усвоили этот термин. И теперь смогут им воспользоваться. Ну и все желающие, конечно же, могут пересмотреть эту передачу. Спасибо вам, Алексей Владимирович, за уделенное нам время и за то, что раскрыли ответы на эти вопросы очень важные. А на этом мы с вами прощаемся. До скорой встречи. И, кстати, знаешь, хотела сказать, что ведь на следующей неделе у нас будет эта передача. Да, каждый вечер. Каждый вечер, да. Поэтому, друзья, не пропускайте, смотрите и узнавайте новые термины, чтобы между собой мы могли общаться уже и понимать друг друга, чтобы не было разногласий в семьях в том числе. И в том числе, чтобы нас не могли обмануть как-то, да, манипулировать различные, скажем так, иностранные элиты. Спасибо вам большое, Алексей Владимирович. До свидания. До скорых встреч. До скорых встреч. До свидания, зрители, уважаемые наши. До свидания. Смотрите нас.